Проезд на красный, горящие авто и встреча на перекрестке. В эфире Днепроперативный, с вами Анатолий Ивченко и мы начинаем дайджест событий. Летел с вами о голову, думал, что успеет, но не повезло. На набережной Заводской случилось ДТП. Автомобиль Киа двигался в сторону центра и хотел повернуть. В этот момент на красный сигнал светофора пытался проскочить Порш. Его водитель не справился с управлением и столкнулся с корейским авто. Удар был такой силой, что машину виновника откинуло на несколько метров от места происшествия. Несмотря на значительные повреждения, в аварии травмированных нет. На водителя Порше составили админ протокол. Улица горячих авто. Огненный транспорт. На улице Калиновая случился пожар. Там загорелся автомобиль ВАЗ. На момент прибытия пожарных пламя повредило переднюю часть авто и уничтожило практически весь его салон. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания выясняются. Еще одно неожиданное воспламенение произошло на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Калиновой. Автобус двигался в сторону проспекта Калнышевского и внезапно задымился. Водитель остановил транспортное средство и высадил пассажиров. Затем он локализовал очаг возгорания и потушил его при помощи огнетушителя. По предварительной информации, произошло задымление электропроводки. В результате инцидента пострадавших нет. На место происшествия была направлена ремонтная бригада предприятия. Новости от соседей. Народные умельцы. В Полтавской области полицейские задержали троих людей, которые во время движения вскрывали грузовые автомобили. Как сообщают правоохранители, делали они это при помощи специально оборудованного авто и альпинистского снаряжения. Добычей воров были продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты. Награбленные они хранили в частном доме. На данный момент мужчин подозревают в совершении минимум шести краж. А сумма нанесенного ущерба составляет около 700 тысяч гривен. Подарок из ниоткуда. Оказался не в то время и не в том месте. Автомобиль «Газель» двигался в сторону жилмассива и грень. В этот момент из-за сложных погодных условий дерево, которое росло у проезжей части, упало на дорогу и зацепило авто. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали полиция, ГСЧС и сотрудники коммунального предприятия. Поплатился за нарушение, спровоцировал тройное ДТП. По предварительной информации, автомобили двигались по улице Сечевых Стрельцов. В этот момент водитель авто Ниссан, которая ехала по улице Святослава Хороброго, выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра. В результате этого он столкнулся с двумя машинами. От сильного удара его транспортное средство отлетело на несколько метров и развернуло на 360 градусов. Все обстоятельства происшествия выясняются. Неудачно проскочил. Подбил бок. По предварительной информации, автомобиль Ford двигался по улице Аэропортовская. В этот момент из улицы Яснополянской выехал автозаз. На перекрестке его водитель не уступил дорогу первому транспортному средству, в результате чего произошло столкновение. После удара ЗАС вылетел в кювет. В инциденте травмировался шофер машины-виновницы. Его госпитализировали. В деталях ДТП разбираются полицейские. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепрооперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательнее на дорогах.